Музыка Мы сами, как в Кризисном Центре, понимая, что в любом случае для населения понадобится психологическая помощь, 26 марта мы запустили сеть оказания психологической помощи. Не только по вопросам насилия, семейного насилия, мы запустили сеть в целом для всех граждан. Когда человек, например, говорит о том, что ему нужна помощь именно продуктами питания, наши консультанты пытались спросить, а еще какие проблемы, например. И когда человек говорил о том, что есть проблемы в семье, то выяснялось, что есть случаи семейного насилия тоже. Музыка Когда мы выезжали за пределы Бишкека, там нас возвращали. Там нас возвращали, мы выходили из ситуации и искали людей, которые смогут с пропуском проехать. И мы с пропусками проезжали, потом привозили этих женщин. Спасибо, например, моим друзьям тоже, кто смог тоже в это время помочь. Вот. И я хочу сказать, что кроме этого мы еще обращались в республиканский штаб. Там есть группа волонтеров, которые разводят гуманитарную помощь. Вот. Они тоже, тоже нам помогали вот ездить к этим женщинам. Музыка В Бишкеке у нас нету кризисного центра, например, с убежищем, кроме Сизима. Но Сизим он закрыт как бы на карантин, да? Вот. И поэтому мы обратились к бизнес-сообществу. Вот. У нас уже очень такой хороший опыт есть работы с бизнес-сообществом. И они смогли нам помочь. И, значит, те женщины, которые оказывались в особо критических ситуациях, вот, и ситуация складывалась как бы даже угрозой жизни и здоровью, мы их просто-напросто снимали в съемные квартиры и перевозили их туда. У нас есть место, вот, где женщина может проживать, где, может быть, она обеспечена питанием, вот. И со стороны бизнесменов, те, которые средства к нам поступают, мы уже покупаем самое необходимое. То есть это вот, как бы, детское питание, памперсы, гигиенические принадлежности для женщин. Женщины стали обращаться. Это очень важно, да? И я тоже хочу передать, чтобы женщины не ждали, чтобы они не ожидали, что насильник изменится. На самом деле, как бы, выход из ситуации есть. И поэтому, как бы, надо обращаться за помощью. И есть сеть вот этой оказания психологической помощи, пусть обращается, да?